Друзья, всем привет, с вами Orox. Тема сегодняшнего видео у нас новое творение Elias Wille. Это создатель ControlNet и Focus. И теперь он создал еще новый веб-интерфейс, который называется Almost. Кажется, чем еще можно удивить современному пользователю, но оказывается, можно. Он добавил в этот веб-интерфейс генерацию с помощью LLM, большой языковой модели. То есть мы пишем какой-то простой промт, возможно, с позициями наших основных объектов в сцене. И вот эта вот большая языковая модель, она уже распределяет наш простой промт, таким образом, чтобы это все могло как-то нормально выглядеть на нашем изображении. Но сейчас вы все посмотрите. В этом уроке я вам покажу, как это все установить, а также я вам покажу портабельную версию, и вы ее сможете уже скачать на Boosty. Портабельная версия, кстати, весит 23 гигабайта, но это архив еще сжатый. Если вы будете сами ставить, соответственно, там 29 гигов где-то получится, так что место приберегите на SSD-диске. Для тех, кто сюда случайно зашел, вам все это интересно, но вы не знаете, что начать. Для вас у меня есть специальный последовательный курс по автоматик 4 единицы, с которым вы можете ознакомиться на сайте stablegif.ru. В этом курсе вы сможете от самых азов пройтись и научиться уже генерировать хорошие такие мощные изображения. Ссылка на мой курс будет в описании под этим видео, так что переходите, если какие-то вопросы у вас будут, задавайте их администратору, там есть все контакты. Ну а также в ближайшие две недели у меня выйдет новый курс по Confu. Это будет тоже последовательный курс от самых азов до уже таких продвинутых схем генерации. Причем к этим продвинутым схемам вы уже подойдете со знаниями, вы сможете эти схемы сами создавать. В общем, будет все последовательно и досконально, как обычно. Ну а теперь давайте приступать к омусту. Вот такой вот веб-интерфейс, он такой же простой, как и фукус, даже еще проще, наверное, потому что это только начало, я так понимаю. И здесь самое основное поле, это вот это нижнее. Здесь вы прописываете ваш промпт, нажимаете кнопку Submit и отправляете этот свой маленький промпт на генерацию уже большого промпта. И вот эта вот большая LLM языковая модель, она генерирует вам уже сложный промпт с позиционированием того, что вы прописали, то есть в нужных участках кадра. Работает, конечно, не прямо так 100%, но, в принципе, придерживается примерно того, что вы хотите. Вот здесь, допустим, у меня в правом нижнем углу должен быть рыцарь, и в правом верхнем углу должна быть луна, но вот луна никак что-то не получается в правом верхнем углу. И лава у меня вот по центру, ну, в принципе, лава, она так и здесь по центру все перегораживает. Гигантский дракон, все так и есть. И, в принципе, картинка вот прям качественная, классная картинка получается. Это мне, конечно, прям понравилось. В плане вот этих вот кнопочек, давайте я так бегло расскажу, что здесь вообще есть. Здесь, в принципе, особо и рассказывать нечего. Здесь есть нью-чат, это как в чате GPT, если вы хотите уйти от контекста того, что здесь понаписали, это очень, кстати, важно. Если вот я понаписал здесь уже про вот такой вот промпт и начну там какие-то мультики генерировать, то он, скорее всего, мне ничего не сделает. Нужно нажать нью-чат и уже новую картинку генерировать в новом чате. Это важно. Дальше рандомный сид. Здесь его нету рандомного, то есть вы должны вручную прописывать сид, но слишком большую цифру не вводить. Если у вас будет ошибка, то обратите внимание, там иногда ругается, что у вас сид слишком длинный, такое не годится. Дальше есть настройки для языковых моделей. Здесь максимальное количество токенов, которые вы можете вводить. Temperature, по-моему, соответствие с вашим промптом. Чем он выше, по-моему, тем больше соответствия, насколько я вот понял вот этот механизм. Дальше имидж настройки изображения. Здесь у нас размер изображения, то есть, в принципе, те же самые настройки, которые мы привыкли вводить для модели SDXL. Дело в том, что вот эта вот генерация происходит на модели SDXL, и причем модель здесь используется RealVis XL V4. Это хорошая, кстати, SDXL модель, и здесь вот она используется для генерации. И, соответственно, требования к размеру изображения те же самые, как и в любом интерфейсе, там, автоматика, конфуай, кратно 64 и примерно в районе 1024 на 1024. Дальше у нас идет количество генерированных изображений и количество шагов при генерации. Если мы раскроем вот эту вот вкладку Advanced, здесь есть еще дополнительные настройки с EGScale, по умолчанию он 5, и также у нас есть настройки для Харисфикс Апскейла. Честно говоря, Апскейл здесь работает не очень, поэтому особо смысла, как бы, даже про него рассказывать нечего. Вот Negative Prompt по умолчанию здесь заполненный, но вы можете его по-своему здесь заполнить, то есть, дополнительные какие-то токенуса добавить. Это у нас кнопка «Поправить последний промп, который мы вводили». Ну, давайте по порядку я вам покажу, как это все здесь работает. Смотрите, сначала я ввел вот такой вот промпт. Рыцарь с мечом стоит рядом с гигантским драконом, с звергающим пламя. В правом углу светит луна, космическое небо, слева течет лава. Потом, после того, как я ввел этот промпт, нажимаю кнопку «Summit», и начинается вот эта вот генерация. То есть, этот промпт генерируется. После того, как этот промпт сгенерировался, у нас еще изображений нету. И мы здесь нажимаем вот эту вот кнопку «Render the image», и начинается генерация изображения. Изображение генерируется по Сиду, соответственно, вы меняете Сид, нажимаете опять же «Render the image», у вас генерируется следующее изображение, следующее, следующее. То есть, вот этот вот весь промпт вам пересчитывать лишний раз не нужно. Вот такие вот изображения у нас получились. Вот такое, вот такое. Вот наш персонаж, рыцарь, он в правом нижнем углу. Это так и есть. Посередине лава. Луна в правом верхнем углу не оказалась. Но на некоторых генерациях при разном Сиде она там оказывается. Персонаж немножко иногда смещается. То есть, такое вот есть. Но, в принципе, то, что я в промпте прописывал, это космическое небо, луна, рыцарь, гигантские драконы, это все так и есть. Но дальше я могу написать следующее. Например, пишу «Поменяй мне дракона на динозавров». Снова нажимаю «Submit», отправляю это на генерацию промпта. У меня генерируется вот такой вот промпт уже с учетом вот этих вот изменений, с учетом контекста, который до этого был. И получается уже вот такая вот генерация. То есть, тоже все вот эти вот элементы, они остаются, но вот этот вот дракон меняется на динозавра, на вот такого здоровенного. И вот такое вот еще изображение получилось. Вот такое вот. Это с разными сидами я его сделал. Но если я теперь напишу, например, «Женщина в костюме Супермена обнимает скруджа Макдака», у меня опять же генерируется промпт, да, я опускаюсь ниже. Но получается то же самое изображение. Почему? Потому что так вот делать уже не получится. То есть, здесь у меня уже используется какой-то контекст. Я могу что-то поменять в этом изображении, но вот что-то прям совсем новое здесь уже сделать не получится. Если я хочу сделать какое-то прям новое, принципиально новое изображение, нажимаю теперь «Нью чат», открываю «Нью чат», тот, соответственно, чат полностью весь стирается. Добавляю вот этот промпт сюда, уже в новом чате нажимаю «Субмит», и у меня начинается генерация нового промпта с нулевым контекстом. Ну, еще для примера, вот такая вот генерация уже в новом чате. Снизу слева «Женщина с цветами», справа «Спортивный автомобиль в стиле GTA Art». Вот такой вот промпт сгенерировался, и вот такие вот изображения получаются. Фильт, в принципе, похож на GTA, и вот по позициям тоже, в общем-то, все похоже. Но вот эти вот позиции, они, конечно, не всегда соблюдаются, особенно если вы написали сложный промпт, поэтому тут нужно, конечно, еще экспериментировать. Давайте теперь перейдем на страницу разработчиков. Ссылка будет в описании под этим видео на эту страницу. Здесь вы можете познакомиться с этим веб-интерфейсом, здесь достаточно много информации. Вот здесь расписаны как раз-таки участки изображения, которые, в принципе, должны поддерживаться слева, снизу, там сверху, справа и так далее. И также еще есть какие-то микроучастки, которые тоже можно вроде бы использовать. Я, честно говоря, вот это вот не пробовал. И еще есть позиции, то есть можно квадратное изображение в этом участке, да, можно прямоугольное вытянутое изображение, горизонтальное вытянутое, и тоже в разных участках. То есть вот такие вот промпты нужно прописывать, чтобы вот в этих вот участках эти изображения сгенерировались. Он генерируется с помощью модели LLM, это большая языковая модель. И чтобы вот эти все позиции работали, по-моему, используются коллегены. С того, что я прочитал, вроде бы вот так вот. Те, кто пользуется Conf.UI, наверняка, может быть, сталкивались с коллегеном, там он тоже поддерживается. Ну и практически прямо в самом начале, то есть вот так вот немножко пролистываем. Здесь есть официальный Hugging Face Space, вы можете сюда нажать, вы перейдете на вот такую-то страничку, и вот такой же интерфейс у вас откроется, и здесь вы можете погенерировать. Но если вы хотите это установить себе на компьютер, как это сделал я, то нужно следовать вот этой вот инструкции. И давайте я вам покажу, как это делается. Ну и для начала вам нужно на ваш Windows поставить Python. Python должен быть в версии 3.10.11, 3.10.6. Переходите по ссылке, ссылку эту можете найти в любом поисковике, просто вбиваете Python и так далее, или можете на Boosty у меня найти, там я тоже ссылку приложу. Нажимаете здесь по вот этой ссылке, Windows Installer 64 бита, и скачиваете вот этот вот Python. Также сразу перейдите на страницу Git, и скачаете здесь Git. Вот такой вот файл 64 бита Git Windows Setup. Тоже нажимаете, скачиваете. По поводу установки Git, давайте я вам покажу. Запускаете вот такой вот файл, который вы скачали. У вас открывается такое окно, нажимаете запустить. Открывается вот такое вот окно, нажимаете Next. Здесь нажимаете Next, и в общем-то везде Next, Next, Next и Install. Здесь вообще ничего сложного нет. Для того, чтобы установить Python, запускаете вот этот файл, который вы скачали, Python. Здесь нажимаете опять же запустить. Запускается вот такое вот окно, здесь ставите вот такую вот галочку, Add Python to Path, и нажимаете Customize Installation. У вас открывается такое окно, здесь нажимаете просто Next, выбираете здесь место для установки Python. Я обычно это делаю следующим образом, выбираю вот такое вот место, диск C, Python 310. Никакой кириллицы, естественно, и пробелов быть нигде в путях не должно, ни здесь, ни при установке Almost. Также здесь ставим вот эту вот галочку, Install Python 310 for all users, то есть для всех пользователей. Нажимаем Install. Здесь у вас начинается установка, и в общем-то все вот эти вот файлы сейчас быстренько установятся. Усталка все установится, нажимаете здесь Close. Теперь переходим на страницу разработчика, копируем вот эту вот первую строчку. Теперь заходим в папку, где мы хотим видеть наш ОМОС, где мы его хотим установить, и нажимаем вот здесь вот по вот этой вот адресной строке, и пишем здесь CMD. Нажимаем на клавиатуре Enter. У вас открывается вот такая вот консоль. Здесь нажимаете Ctrl V, чтобы вставить то, что вы скопировали, и нажимаете Enter. У вас начинается скачивание с гита вот этого репозитория. После того, как все загрузится, можете эту консоль уже закрывать. И теперь переходим в папку ОМОСТ. Сюда заходим, и здесь то же самое делаем. Пишем здесь CMD, нажимаем Enter, а также можно еще правую клавишу так в пустом месте нажать, и нажать открыть окно команд. И по сути дела открывается та же самая консоль вот из этой вот папки ОМОСТ. Теперь страница разработчика. Вот эти вот строчки уже пропускаем, и копируем вот эту вот строчку. Нажимаем копия. То есть эта строчка нужна для установки торч. Вот в этой вот консоли, которая у нас открылась, нажимаем Ctrl-V, нажимаем Enter, и начинается загрузка. Сейчас у нас загрузится торч, он весит примерно 2,5 гигабайта, он загрузится и установится. После того, как у нас все установилось, теперь мы переходим опять на страницу разработчика, копируем вот эту вот уже строчку, и теперь опять же нажимаем Ctrl-V, вставляем ее и нажимаем Enter. Это у нас установит dependency зависимости. После того, как все вот эти зависимости будут установлены, опять же переходим на страницу разработчика, и копируем вот эту вот уже строчку. Копия. Переходим опять же в консоль, нажимаем Ctrl-V, вставляем эту последнюю строчку, нажимаем Enter на клавиатуре. Теперь у нас будут докачиваться еще необходимые файлы, необходимые библиотеки, и необходимые модели. Дело в том, что здесь скачается еще модель SDXL, Realvis XLV4, и также еще там некоторые дополнительные файлы, в том числе языковая модель тоже, LLN. И загрузка это опять же займет много времени. И пока у меня идет загрузка, давайте вам расскажу, сколько потребляет видео памяти, оперативной памяти вот этот интерфейс. Вот по умолчанию, если ничего здесь не менять, то оперативной памяти съедается порядка 30 гигабайт во время генерации, потому что в памяти держится и языковая модель, и SDXL модель, то есть одновременно они находятся в памяти, и поэтому съедается много места. Видео же памяти расходуется порядка 8-9 гигабайт, но можно поменять настройки, и можно сделать так, чтобы расходовалось больше в видеопамяти, а оперативная память расходовалась меньше, и чтобы вот эти вот модели, они в памяти не сидели, они выгружались, тем самым освободить оперативную память так можно. Смотрите, что на портабельной версии, что на вот этой вот обычной версии, которую мы сейчас устанавливаем, еще не доустанавливали, можно сделать следующие настройки, можно перейти в LiveMost, вот сюда вот, и вот этот файл отправить на редактирование, то есть либо правой клавиши открыть с помощью блокнота, либо открыть Notepad++, и сюда вот так просто закинуть этот файл. И при редактировании вот этого файла, мы здесь можем поменять High Tram, то есть высокое использование видеопамяти, здесь можем поставить True, по умолчанию стоит False, это будет выглядеть вот так вот, выбираем True, вот так вот это пишется, и здесь мы нажимаем Save, то есть сохранить. Если у вас видеопамяти меньше 16 гигабайт, наверное, лучше этого не делать, потому что если вы это выберете, то потребление видеопамяти сильно вырастет, но ради эксперимента, если у вас 12 гигов, то можете тоже попробовать, возможно, тоже это потянет. Теперь переходим обратно в корневую папку, и есть у нас здесь вот такой вот еще файл, Gradio App. Это, кстати, пусковой файл, я сейчас дальше буду показывать, как его запускать. Его тоже вот так вот перекидываем в Notepad++, здесь мы можем отредактировать следующие поля. Здесь у нас есть 67-я строка, Memory Management, и здесь мы можем поставить вот такую вот решеточку, и тем самым закомментировать эту строку, тем самым вот эта вот модель, она не будет держаться в оперативной памяти, и она будет выгружаться после каждого использования. Дальше мы можем опуститься ниже, и здесь у нас есть еще 87-я строка, мы ее можем тоже закомментировать, и тем самым у нас потребление оперативной памяти опять же снизится. Эта строка тоже не будет давать держать модель в оперативной памяти. Ну и все, нажимаем здесь Save, и нажимаем здесь дальше Save, и сейчас дальше перейдем уже к запуску. Друзья, ну и наконец-таки все закачалось, порядка 25 гигабайт у меня сейчас скачалось. Вот такой вот адрес, если он у вас автоматически не открылся, как у меня вот так во вкладке, просто его копируете, открываете в браузере, либо нажимаете Ctrl на клавиатуре, и щелкаете левой клавишей мыши по вот этому адресу, и он у вас откроется в браузере. В браузере вот такой вот интерфейс появляется, остальное я вам уже показывал. Давайте теперь перейдем к установке портабельной версии. С установкой портабельной версии все будет в 100 раз проще. Для установки портабельной версии просто скачиваете вот такой вот архив, он на 23 гигабайта, но возможно я его разделю на части, чтобы его было более комфортно скачивать. И вам здесь понадобится архиватор именно WinRAR, он более плотно сжимает, и поэтому я запаковал с помощью него. 7zip не распакует, это 100%, я уже пробовал, будут ошибки. Выбираете вот этот архив, нажимаете Extract to, и выбираете ОК. Extract. Дожидайтесь, пока все у вас распакуется. У меня распаковка заняла полторы минуты, это гораздо быстрее, чем занимает установка вот такой вот обычной версии. Вот наш almost распаковался, давайте зайдем в эту папку, и здесь у нас уже есть нормальный файл runbat, с помощью которого мы можем все это запустить. Потому что если мы перейдем в предыдущую версию, то здесь нет никакого файла runbat, вам опять же здесь нужно консоль запускать, и здесь вот последнюю команду, python-gradio-app-py запускать, чтобы запустить вот этот интерфейс. В портабельной же версии все по-человечески, здесь есть вот такой файл runbat. Давайте его запустим. У нас открывается вот такая вот консоль, дожидаемся, пока все запустится. Здесь есть некоторые ошибки, но они ни на что вообще не влияют. И открывается у нас опять же Gradio. Вот наш веб-интерфейс, то есть полтора минуты распаковали, запустили по-человечески с помощью runbat, и все работает. Портабельная версия будет выложена на Boosty, так что переходите, скачивайте ее там. Друзья, если вам интересен курс по автоматику, то переходите на сайт stablegif.ru, там есть полностью вся информация об этом последовательном курсе, а также скоро еще выйдет еще один курс по Confi. Это тоже будет последовательный курс от новичка до такого продвинутого пользователя. Там будет много и теоретической части, и много практической части, то есть вы научитесь собирать именно схемы самостоятельно. Также переходите в наши ресурсы Telegram и YouTube. Если вы захотите меня поддержать, то это можете сделать на Boosty. А на этом спасибо за просмотр, всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!